Здравствуйте, дорогие зрители! Предание о статуэтках кошки Манеки Нека. В фольклоре Японии есть старинное предание о буддийском храме возле Токио. Храм этот зародился в 15 веке и в начале 17 века был на грани разорения. Настоятель храма очень любил кошек и продолжал за ними ухаживать и кормить их. Когда критическая ситуация уперлась в упор, настоятель сказал кошкам, что назрел типа серьезный кризис и необходимо срочно начать привлекать деньги и удачу, иначе придется распустить храм. Вскоре после этого разговора мимо проезжали самурай. Один из них увидел кошку с поднятой лапкой и решил, что она приветствует его и приглашает остановиться в храме. Как раз надвигалась гроза, да и после длинного перехода требовался отдых. Самураи укрылись в храме и в награду за гостеприимство настоятеля стали впоследствии его попечителями. С тех пор храму вернулось богатство и его былая слава. С тех пор кошка с поднятой лапкой считалась символом удачи и счастья. В наши дни в храмах можно увидеть множество изображений кошек. Верующие приходят в храмы и молятся, чтобы кошка принесла им удачи и процветания. Как когда-то это произошло с буддийскими монахами. Тогда же статуэткой кошки с поднятой лапкой стали называть манеки-нека. Они стоят в Японии везде, в каждом японском доме, магазине, ресторане, предприятии, офисе. Иногда можно увидеть более современный вариант манеки-нека – кошка машет лапкой. Но всегда манеки-нека привлекают в дом или помещение удачу и процветание. Эти статуэтки популярны не только в Японии, но и в других азиатских и европейских странах. Кроме того, их можно увидеть в любом ресторане азиатской кухни, раскиданных по всему миру. Статуэтки кошки манеки-нека могут быть изготовлены из любого материала, и это не влияет на их способность привлекать удачу и процветание. Обычно такие статуэтки раскрашены в красно-золотые или черно-белые цвета, но бывают и нюансы. Трехцветный кот – обычно белый с красно-черными пятнами предрекает удачу в делах. Белый – символ чистоты, хотя я не понимаю, при чем здесь удача и процветание. Черный – талисман против нечистой силы, популярен среди одиноких старушек, как защита от воров. Красный – защита от болезней и злых духов. Золотой или рыжий – подманивает денежное обогащение, то есть большие деньги. Розовый – обещает удачу в любви. Есть у манеки-нека еще и другая, но похожая функция. Их изготавливают в виде копилок. Также существует и поверье, что правой лапкой кот подзывает удачу в бизнесе и делах, а левой – здоровье и благополучие в семье. Так что вот вам способ приманить удачу. Надо купить или сделать самому статуэтку кошки-заманушки. А на сегодня у нас все. Всем удачи, счастья и много денег. Приходите почаще и подписывайтесь на наш канал. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok